Здравствуйте, мои дорогие стрельцы! Сегодня мы для вас сделаем расклад и посмотрим, что ожидает знак Зодиака Стрелец в июле 2022 года. Какие у вас будут события? Давайте посмотрим. Сначала мы достанем две карты из русского Таро для стрельцов на июль 2022 года и посмотрим. Общий настрой месяца. Ну, общий настрой у вас такой, что вы решаетесь, не зная, что ожидает впереди, но решаетесь на это, садитесь в лодку, отплываете к новым берегам. Думаю, надеясь на то, что там в чем-то в новом у вас будет лучше, больше перспектив, больше возможностей, больше планов для реализации. Здесь у вас четверка кубков. Это говорит о том, что вы планируете с кем-то иметь общий дом, иметь, жить под общей крышей, строить этот свой дом, строить свои отношения, двигаться к семье, к стабильной, любящей семье. Так, теперь давайте посмотрим на колоде 78 дверей, посмотрим, что у вас будет с любовью, с романтикой. Попросим карты для вас, достать для вас три карты для знака Зодиака Стрельцы, три карты на июль 2022 года. Достанем для вас три карты на июль. Такая подсказочка у нас будет для Стрельцов. Для Стрельцов. Так, ну, с любовью здесь, кому актуально здесь рождение детей, зачатие детей, а также карта Солнца говорит о том, что у вас будет, в ваших взаимоотношениях будет светить Солнце. И туч нету, все при Солнышке расширяется, поэтому и взаимоотношения ваши любовные также будут шириться, расширяться. Что касается Патройки Пентакли, то вы будете трудиться, работать, возможно, у некоторых завяжутся романы на рабочем месте, такие служебные романы. Ну и по Королю Пентакли вы можете как сами проигрывать роль Короля Пентакли, так, может быть, встретить в своей жизни Короля Пентакли. Король Пентакли – это человек, который умеет зарабатывать деньги, он этим только и занимается, он обеспечивает семью, он даже немножечко скуп на комплименты, потому что он постоянно находится в заработке, в добывании вот этого вот достатка. Короли Пентакли – это уверенные люди, которые хорошо стоят на ногах, которые умеют зарабатывать и зарабатывают в этой жизни. Так, теперь давайте достанем для вас три карты на здоровье, спросим, какое будет состояние здоровья у стрельцов в июле 2022 года. Состояние здоровья для стрельцов. Королева Жезлов. Уравновесие. Так, по здоровью вам говорят, самое главное, не нужно принимать никаких резких движений, нужна умеренность во всем, соблюдайте во всем равновесие. По королеве, у которой еще и рук изобилие в руках, по королеве Жезлов должно быть со здоровьем все прекрасно. Королева молодая, выходит замуж, поэтому здесь молодая энергия идет. По тузу, вы, по тузу мечей, вы можете также вполне в месяц июля делать операции, лечить зубы, в том числе и с хирургическими операциями. Но все везде, главное не переусердствовать. Вот основная карта здесь в раскладе, это вот по здоровью, это умеренность. Везде нужно соблюдать умеренность. И не лениться, не запускать. И чрезмерную бдительность не проявлять по здоровью. Теперь давайте спросим, что у вас будет с работой, финансами, что будет у стрельцов в сфере работы, финансов в июле 2022 года. Ну вы прям победитель в сфере финансов, стрельцы. Ваша огненная энергия причем. Ну смотрите, вы победитель, вы на коне, у вас все схвачено, за все заплачено. Вы прямо несете позитив в эту жизнь. Дальше вы немножечко подвешиваетесь. Ну это скорее всего потому, что многие из стрельцов в июле месяце идут в отпуск. Многие будут отдыхать. И как бы планы на зарабатывание денег немножечко отойдут на второй план. И по справедливости, по суду вы получите все, что вам принадлежит по справедливости. Если вы это заслужили, вы это получите. То есть если вы заслужили какие-то выплаты, какие-то дополнительные помощи финансовые, откуда-то вы ждете деньги, они должны были прийти к вам, но не пришли по каким-то причинам, то по этой карте вы их получите. Если же вы пытаетесь у кого-то что-то отсудить, отжать то, что не совсем вам принадлежит, вы это не получите по этой карте. Так, меня еще просили добавить колонку. Мы с вами посмотрели «Любовь», «Здоровье», «Деньги». А еще меня просили добавить колонку с обучением. Давайте спросим, что будет у стрельцов, у тех, кто учится, какие подсказочки нам дадут карты Таро для них. Достанем также три карты. Ну, смотрите, здесь карты говорят, что была у вас какая-то борьба, возможно, конкуренция в чем-то, возможно, вы куда-то стремились, поступали, где несколько человек на место. Вы победили, вы выиграли, вы посадите свои плоды и будете смотреть, семена, и будете ждать, когда эти плоды вырастут. Ну, вот как беременная женщина, она ждет 9 месяцев, так и вы должны будете ждать не сразу это все, не сразу. Ну, будете трудиться, и ваши труды со временем, конечно, принесут награду. А по старшему аркану Ярофант, вы будете, там, отшельник, вы будете как-то закрываться от людей, будете мало контактировать, будете искать свой путь, свою дорогу, осмысливать, и извлекать какую-то пользу из сложившихся ситуаций, обдумывать и двигаться дальше, придумывать, освещать себе путь, будете сами, сами будете принимать решение, куда вам дальше двигаться, как вам дальше прокладывать свою дорогу. Но я не вижу здесь плохих карт, поэтому, в принципе, все должно быть хорошо у вас. Так, и... Мы, помните, раньше делали, доставали просто 5 карт, без вот этого подробного раскладывания. Давайте, как раньше, достанем 5 карт для Стрельцов на месяц июль, июль 2022 года. 5 карт для Стрельцов. Восьмерка Пентаклий. Императрица. Карта Шестерка Кубков. Десятка Мечей. И четверка Жезлов. Ну, смотрите, здесь эта карта говорит о том, что вы будете трудиться, работать, в интернете работать, следить за другими, как другие работают. То есть, в общем, карта труда такого, трудяшки, которые трудятся целый день. И будете вот в этих ограничениях труда пребывать. По карте Императрица, это прекрасная карта, когда у вас полный достаток всего, когда все 4 королевы соединены в одной Императрице, все 4 энергии в ней присутствуют. Это и рождение детей, кому актуально, и прекрасное взаимоотношение с детьми, и рост, и в семье, и в достатке, и в благополучии. Это вот прям очень положительная карта, говорящая о хорошем, хорошем семейном положении, говорящая о достатке в семье, когда все вот слажено, понимаете, все-все на своем месте находится. Карта Шестерка Кубков. Здесь вот как раз кто спрашивал про обучение. Видите, процесс обучения начнется с осени. Вы продолжите свое обучение, как и раньше в детстве. Также по карте Шестерки Кубки могут приходить какие-то известия из прошлого. Может быть, возникнут какие-то старые друзья, знакомые. Может быть, вы поедете в отпуск с кем-то, и кто-то там встретитесь со своими старыми друзьями, знакомыми. А также это все-таки для тех, кто учится, говорю, с осени запустится ваш процесс обучения. Десятка мечей. Здесь какие-то, как я говорила, во-первых, можете проходить процедуры лечебные, лечить зубы, делать операции запланированную. А еще она говорит о том, что если у вас есть какие-то переживания, то эти переживания нужно гнать из своей головы, потому что они разрушают нашу нервную систему, разрушают наш покой. А когда у нас нет покоя, когда мы теряем сон, мы теряем и хорошее состояние души и тела. И здесь карта счастливая, карта построения семьи, когда, видите, все счастливы, все живут в семье, где царит счастье, любовь, достаток и взаимопонимание. Так что, дорогие мои стрельцы, у вас счастье, достаток, взаимопонимание, дом, полная чаша, сейте плоды, и вы получите, получите семена и получите свои плоды. Просто нужно трудиться, работать, потому что это все не сразу приходит. Такой хороший месяц, насыщенный, с очень хорошими, приятными картами. Надеюсь, вам этот расклад был полезен. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки. Всего доброго вам, до новых моих раскладов, до новых встреч, пока-пока.